Здравствуйте! Вы смотрите программу «Крупные планы». Сегодня речь пойдет о выборах. 19 октября избирательной системе Карелии исполнилось 25 лет. Дело в том, что именно в этот день, четверть века назад, по указу ЦИК России была создана Республиканская окружная избирательная комиссия для проведения выборов в Госдуму первого созыва. И сегодня у нас в студии заместитель председателя ЦИК Карелии Олег Алексеевич Кондрашов. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Алексеевич, с самого начала вы находились, скажем так, у истоков избирательной системы Карелии. Как это все происходило? Как начиналось? Да, изначально я был системным администратором комплекса сердца автоматизации «Газвыборы» на территории Республики Карелия. Это информационная система, которая обеспечивает все этапы избирательного процесса. Все мы ходим на выборы, ну или большинство из нас, и мы видим на избирательных участках списки избирателей. В том числе эти списки избирателей изготавливаются с помощью непосредственно самой системы «Газвыбора». То есть она подразумевает собой учет избирателей, участников референдума. И результат этого учета мы вот и видим в виде списков избирателей на избирательных участках. На сегодняшний день в базе данных находится более 600 тысяч в так называемом регистре избирателей Республики Карелия. С учетом миграционных процессов и иных процессов, которые происходят, ведется постоянная актуализация сведений о гражданах в этом регистре. Это одна из важнейших гарантий избирательных прав граждан. Поэтому вот этой работе придается большое значение. Если вот небольшой, так сказать, взгляд, ретроспективу сделать, то в свое время, когда проводились с использованием «Газвыборы» первая, ну небольшая историческая справка, выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва в 1995 году, была решена на первом этапе сложнейшая задача именно наполнения этой базы изготовления списков. И в тот период она была путем непростых организационных технических решений задач решена. Нетривиально это была задача, но тем не менее, к выборам второго созыва Государственной Думы такая база была сформирована, списки изготовлены, и мы эту работу по сей день продолжаем. — Вы сказали, нетривиальная задача. Это же было сложно, да? — Это было очень сложно. Где взять данные? Достоверные данные, актуальные данные. Там же не просто фамилия, имя, отчество. Там те сведения, которые позволяют однозначно идентифицировать избирателя. На том этапе это помимо названных атрибутов включало в себя еще сведения о дате рождения и месте регистрации. Поскольку учет населения как таковой существовал в те времена в различных видах, то есть это были паспортные столы, это были ЖЭКи, это были другие организации. — Но и в основном на бумаге еще есть. — Да, и на бумаге единого источника, откуда можно было взять данные, перенести их в систему, его не было. Естественно, нужно было еще машиночитаемый в электронный вид перевести для того, чтобы иметь возможность обрабатывать с помощью компьютеров эту информацию. — Извините, фамилия, имя, отчество, рождение и так далее, место — это вы все туда набивали в базу? — Это все коллектив системных администраторов набил вручную изначально на первом этапе наполнения этой системы в базу данных. Поэтому источников информации достаточно много. мы их информацию получаем, актуализируем, проверяем, сверяем. Это ежедневная работа, на самом деле, которая не видна, а результат которой, как я уже сказал ранее, это списки избирателей. Если вернуться к началу вопроса, что такое ГАЗ-соборы, то мы уже сказали о том, что регистр избирателей — это одна из составных частей системы. И, наверное, важнейшая ее часть — это то, что граждане Российской Федерации, ну, в принципе, любые граждане в день голосования могут в режиме онлайн наблюдать за предварительными итогами голосования на выборах. — Как это происходит? Куда они заходят? Где они это смотрят? — Итог этой информации, которую мы можем видеть на официальных сайтах ЦИК России и, соответственно, избирательных комиссий субъектов, и Республика Карелия не исключение. Информация поступает из участковых избирательных комиссий. Ну, мы знаем, что у нас иерархическая система избирательных комиссий, то есть первичное звено — это участковая избирательная комиссия, избирательные участки, где непосредственно избиратели голосуют. Участковая комиссия составляет протокол об итогах голосования, но на сегодняшний день он может быть в трех видах с учетом тех информационных процессов, автоматизации, которые в обществе происходят. Наверняка многие сталкивались, видели и непосредственно принимали участие в голосовании с помощью технических средств подсчета голосов так называемых комплексов обработки избирательных бюллетеней. Ну, электронный ящик для голосования, так, если проще его можно назвать, на участке. То есть он автоматически изготавливает протокол на основании бюллетеней, обработанных им в процессе дня голосования. Ну, ручной подсчет, естественно, голосов — это классическая схема, применявшаяся и применяющаяся по сей день. И еще протокол может быть изготовлен с помощью компьютера участковой избирательной комиссии с использованием машиночитаемого кода, QR-кода так называемого. Последние два года эта система тоже активно применяется. И далее, один вот из перечисленных видов протокола, он поступает в территориальную избирательную комиссию, где вводится тем или иным способом в государственную информационную систему выбора. В территориальной избирательной комиссии протокол участковых избирательных комиссий вводится уже непосредственно в систему, системным администраторам ГАЗ-выборы в присутствии группы контроля, которая определена федеральным законом. Ее цель состоит в том, чтобы контролировать ввод данных из бумажных или иных видов протоколов непосредственно в систему. Информация, поступившая в территориальную избирательную комиссию, двумя потоками параллельно поднимается на уровень комиссии избирательного субъекта, на нашем примере это в ЦИК Карелии и в ЦИК России, попадает на технологическую копию сайта в сети интернет. Это некий информационный ресурс, отключенный от сети интернет. Наблюдатели, участники избирательного процесса. Здесь немаловажно подчеркнуть факт, что они имеют на данном этапе сравнить бумажные протоколы участковой избирательной комиссии, которые по закону имеют право получить наблюдатели, еще иные лица, кому предусмотрена выдача копий этих протоколов, доверенные лица кандидатов политических партий и сравнить, соответствует ли информация на бумажном протоколе, что является документом и введенная в систему. Далее, когда данные поступили на технологическую копию интернет-сайта, интернет-портала, уже комиссия сама непосредственно ответственные лица, чаще это представитель комиссии субъекта, он сравнивает и подписывает, условно говоря, технически подписывает и дает разрешение на размещение данных в сети интернет, если они в результате проверки полностью совпали. И далее, минуя каналы связи, переносится в телекомендиционную сеть общего доступа в интернет уже эта информация. Понятно. А от интернета-то вы зачем отключаете, чтобы хакеры не вмешались в выборы? Ну да, мы вот сейчас и в СМИ, и много информации о том, что взламывают те или иные сайты, целые информационные системы, в том числе и с персональными данными. Ну, как вот мы упомянули, принципы, которые... Это уже огромная база у вас. Да, принципы, которые заложены в законодательстве, они реализуются в полном объеме, то есть система имеет все необходимые сертификации по всем уровням защиты, и вот она физически просто развязана сетью интернета, что немаловажно. То есть получить доступ непосредственно к самой базе данных госвыборы, к изменению в ней каких-либо данных не представляется возможным, потому что просто такой возможности нет. Все-таки понятно, 25 лет исполнилось избирательной системе, но вы, наверное, тоже строите какие-то планы в избирательной комиссии. Вот можно сказать, какими будут выборы, как они будут проходить, ну, там, через 10 лет. В прошлом году все комиссии территориальные и комиссии избирательных субъектов Российской Федерации, они подключены цифровыми каналами связи во взаимоувязанную информационную систему сеть передачи данных. То есть, если раньше в отдельных сегментах сети имелись аналоговые каналы передачи данных, то сейчас это исключительно цифровые каналы, которые открывают совершенно другие перспективы применения системы. То есть это и скорость передачи данных, это и достоверность данных, это и управляемость системы в целом. То есть любой узел по этой сети, он может быть доступен в рамках определенных полномочий того лица, к которому такой доступ разрешен. Во-вторых, это, ну, система живая, она постоянно, внутри нее циркулирует информация. Если раньше такой обмен информацией, он был сеансовый, так называемый, то есть как вот устанавливал сеанс связи с помощью там коммутированного аналогового канала, то сейчас это все как вот мы дома привыкли работать в интернете. То есть постоянно можно связывать. Да, то есть постоянно устройства находятся подключенными в сети и в состоянии обмениваться информацией между собой. Ну, не только информация, но и о самих состояниях устройств. То есть можно другие совершенно перспективы диагностики, надежности и работоспособности системы открывается в этой части. То есть мы видим в любом нашем районном центре, где у нас комплекс стоит, мы можем посмотреть, в каком состоянии там находится система. То есть обновлена ли она до актуального состояния, там все ее параметры технические. В каком состоянии там текущем база данных находится. Вот такие уровни. Ну и естественно, передача информации и подключение там дополнительных периферийных устройств к цифровому каналу она значительно технически более проста, нежели чем к какому-либо архаичному коммунитируемому аналоговому каналу. Должен заметить, что сейчас ЦИК России проводит ряд встреч, обсуждений, семинаров о перспективах цифровых технологий применения в нашей избирательной системе. Мы понимаем, что есть информационные угрозы, и есть вопросы обеспечения безопасности информации. Были попытки применения голосования по интернету у наших там зарубежных партнеров, вот в Эстонии были в начале 2000-х годов, избирали законодательные органы власти. Насколько я знаю, многие рассматривают такую перспективу, но опять же с оговоркой на все эти проблемы и вызовы, которые существуют на сегодняшний день. ЦИК в свое время тоже проводил эксперимент. Технологии существуют в том или ином виде, они прошли апробацию в тестовых режимах. То есть рассматриваются, конечно, все эти перспективы на самом деле. Спасибо большое. Мы сегодня больше узнали о том, как проходят выборы. У нас в гостях был Олег Алексеевич Кондрашов, заместитель председателя ЦИК Республики Карелия. Спасибо.